Мы молимся также, благослови сейчас время очередного занятия, также по библейской психологии, благослови еще некоторое время совместное, благослови это занятие, освяти его, помажь, Господи, дай нам сил еще для восприятия, для сосредоточенности, и пусть также это время будет некоторой формой наслаждения в духе, когда мы просто воспринимаем от тебя и наслаждаемся этой удивительной мудрости библейской психологии, Господи, библейской истины, от которой идет здравая психология. Слава тебе, Господь! Аминь! Аминь! Слава Богу! Слава Богу за это время благодати, молитвенного общения, и, во-первых, мы очень рады, что это совершается не в уединении, хотя в уединении это тоже здорово, но также это совершается в теле Христовом, когда мы вместе, и это ободряет нас изнутри, и самое главное, безусловно, что это радует Иисуса Христа, и в нем мы также радуемся удивительным образом. Слава Богу! Итак, на прошлом занятии мы закончили с вами на эмоциях, а точнее на трех видах, на трех пунктах касаемо эмоций. Эмоции это то, что, помните, мы говорили, что эмоции не были созданы для того, чтобы дать им место думать, да, они не могут встать на эту функцию, иначе у человека будет, в общем-то, хаос, да, в голове, если можно так выразить. И мы видим с вами, что современный мир пытается заместить эмоции как руководство их жизни, и эмоциями он пытается мыслить, состоянием эмоций он пытается думать, также, вернее, заместить эмоции на то, чтобы поставить их как руководство жизни, как размышления, да, если можно это совместить. И последнее это то, что эмоции должны оставаться на своем месте, и мы должны быть осмотрительными, чтобы не зависеть от них. Они не должны контролировать нас. Как они не контролируют нас, Господь дает высвобождение, да, будь то печальные эмоции могут быть из-за стесненных обстоятельствах. И также Господь дает нам крепость, крепость в том, что у нас здравые эмоции или веселые эмоции, радостные эмоции, это как результат здравого мышления вместе с ним. Откуда у нас в нашей жизни здравое руководство, да, и тогда у нас есть здравые эмоции, что дает нам в нашей жизни непоколебимость. Сегодня мы продолжим с вами эту тему, сегодня у нас 20 занятие, и мы будем говорить о, продолжим эту тему эмоций, и также будем говорить о важности сокрушения. И, кстати, это также материал соприкасается с книгой Ионы. Если вы помните, Евангелие от Луки также соприкасается или дает ссылку на книги Ионы в области темы, помните, чудес и знамений. Но здесь будет немного другая область. Итак, первая мысль это эмоции противоположности, любовь и страх. То есть эти эмоции, они противоположности, да, и они не могут быть в единстве. Отметим, что это не страх, страх Господень, да, это страх именно, который не имеет ничего общего с Иисусом Христом, с Богом. А это страх в нашем естестве. Это тот страх, который, помните, был у Адама, да, когда он и Ева пали, и они испугались, да. И, в общем-то, в нашей жизни мы видим разные формы этого страха основанием, которое служит это грехопадение. Итак, неуверенность, а, подождите, извините. Итак, положительный ему, у нас есть безопасность, безопасность или защищенность, и там мы пребываем в принятии, да, или у нас есть принятие самого Бога. И есть также эмоции неуверенности, где мы ощущаем себя непринятыми. Итак, с одной стороны, защищенность и принятие, прежде всего, истинная защищенность, она будет говорить о том, что мы осознаем, что мы восприняты самим Богом, да. И мы знаем, откуда это, это защищенность в завершенной работе, в Иисусе Христе. И есть также неуверенность, непринятие, с другой стороны. Это когда мы, как мы с вами сказали, можем быть поглощены беспокойством и страхом, да, в нашей адамической природе. Итак, неуверенность, непринятие. А, нет, это заголовок, просто я не так отметил. Итак, положительные эмоции. Почему здесь идет отдельно указание на положительные эмоции и отрицательные или негативные эмоции? Потому что здесь есть такая таблица, но она очень мелкая. Я не могу вам ее полностью показать, но я могу осветить вам, о чем эта таблица. Итак, есть позитивные эмоции, а есть отрицательные эмоции. То есть положительные эмоции и отрицательные. И в верхней части этого круга мы видим положительные эмоции, а нижняя часть – это негативные или отрицательные эмоции. Мы можем увидеть это в следующей мысли, как, например, здесь идет, я увидел это, расширение либо в божественной природе, в новом адаме, или расширение в своем естестве, да, или в адамической природе. Например, ну, зайду сразу вперед, например, так как мы будем касаться книги Ионы, Иона расширялся, можно сказать, в своей адамической природе своим несогласием. И это все была череда разных эмоций в его сущности, да, или в его естестве. У него было возмущение, у него был гнев, ревность, разочарование, обида, презрение, отвращение. И давайте сразу отметим следующее, что все это составляющие нашей адамической природы, которая не может поменяться. И в этом для нас есть удивительное ободрение, да, что, как часто в наших посланиях произносится, или в слове, мы часто произносим, да, что нам необходим переход, да, переход в нового человека. С другой стороны, есть также в этой же адамической природе, мы можем сказать, тревога или чувство вины. И здесь мы разберем более конкретно. Потому что есть так называемая печаль ради Бога, мы с вами будем ее проходить, да, которая может служить нам или дает нам благодать индикатора, да, в определенной мысли. Где, в общем-то, Господь призывает нас принять решение в Его сторону и расширяться именно в истинах и в эмоциях уже в Иисусе Христе, в новом адаме, да. И мы с вами также посмотрим, что это означает. Итак, давайте посмотрим на эмоции, которые идут в верхней части, или назовем это расширение в новом адаме, благодаря истинам, в которые мы пребываем. Это и оправдание, благочестивая печаль, мы будем об этом говорить, прочность, уверенность, покой. Есть также, интересно, в Боге праведный гнев. Мы с вами знаем историю, когда, помните, Он взял веревку и начал разгонять всех в храме. Это один из примеров. Счастливое ожидание, радость, надежда. И с другой стороны, чувство вины, позор, упрямство, депрессии, страх и отчаяние. И я просто вам это все осветил, потому что не могу показать. И, извините, не успел в большом масштабе это напечатать. Но к следующему занятию я постараюсь это сделать. Итак, внизу есть эти отрицательные эмоции, которые, в конце концов, приводят нас к страху. Или, давайте точнее скажем, как мы были в страхе, этот страх еще больше и больше расширяется. Да, можно сказать. А с другой стороны, есть эти позитивные эмоции в Иисусе Христе, которые берут свое начало пребывание в истине Божьей, руководство от истины Божьей. И ведут нас к тому заключению, что Бог есть любовь. То есть, в верхней части это любовь, а в нижней части это страх. И это не страх Господень, что означает почтение, а это адамический страх и беспокойство, который не имеет ничего общего с Богом. Но его любовь, как мы с вами знаем, изгоняет всякий страх. Давайте продолжим. Итак, в верхней части круга мы видим, что безопасность и принятие необходимы. И они сочетаются. Защищенность исходит от восприятия или принятия нас Богом в Иисусе Христе. И также мы переживая все это восприятие Божие и защищенность, Он делает нас способными также быть сострадательными к окружающим людям, к нашим близким, которых мы знаем. Или на благовестии мы тоже можем сострадать, потому что мы познали с вами защищенность и принятие Бога в Иисусе Христе. Как здорово. Мы становимся Его удивительным сосудом. Итак, мы видим такие эмоции. Ну, во-первых, это не только эмоции. Любовь – это истина. Любовь – это сам Господь. Любовь – это Слово Божье. Это истина Божья. И переживая эту любовь в истине, то есть воспринимая истину и соглашая истину, то мы с вами способны переживать освящение этой любви. И, конечно же, это ничего не имеет общего с любовью в этом мире, который является обольщением. Есть также радость и покой, которые также берут свое начало и, безусловно, от восприятия истины и согласия с истиной. Когда мы знаем, что мы любимые, мы переживаем или ощущаем себя в безопасности и ощущаем, что мы ценны. И вы помните, в начале этого курса мы говорили о важности, чтобы человек ощущал себя ценным. И мы говорили, помните, также в середине этого курса о вымыслах человека, где он пытается быть ценным благодаря собственным усилиям разным. Я буду ценным, если я стану лучшим в какой-то области. Я буду ценным, если я не совершу никаких ошибок. Я буду ценным, если сделаю это. Я буду ценным, если добьюсь чего-то. В Иисусе Христе мы сразу входим в эту ценность, если входим верою в это спасение, которое он предлагает, в эту любовь. И мы остаемся ценными и больше никогда не теряем эту ценность. Невозможно ее потерять. Другое дело, мы просто возвращаемся в пребывание этой истины. Далее. Итак, когда мы знаем, что мы любимые, а как мы знаем, что мы любимые, согласим его истины. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И всякий верующий в Него не погибнет. Это уже есть, что мы стали обладателями Его любви, когда поверили. И больше никогда не потеряем ее. И с этого момента мы стали на опыте переживать, что мы ценны для Бога. Потому что сам Господь Бог поселился в нас, Духом Святым. Когда мы любим Бога в истине, мы действительно переживаем защищенность. И это, в свою очередь, будет влиять на наше расширение в положительных эмоциях. Но, как мы с вами видим это и осознаем, расширение в положительных эмоциях следует за расширением в Его истинах. Когда мы все больше и больше размышляем в Его истинах, размышляем в Его слове, мы словно пребываем в этом отдохновении в нем. И это способствует, что мы переживаем здравое отдохновение в Его эмоциях. Или назовем это святых эмоциях, Божьих. Дальше. А внизу есть, это можно сказать, рутина эмоций, которые берут свое начало от несогласия с Богом. В Его истине. И там, в конце концов, мы видим, что человек не может выйти из этого страха. Он все время чего-то боится. Этот мир, обольщающий мир. Например, в СМИ или, например, в интернете мы можем увидеть, как люди, казалось бы, пребывают в хороших эмоциях, в радости, в веселье. Но все это обольщение, если нет там Иисуса Христа. И все эти эмоции, наоборот, свидетельствуют тому, что они не могут выйти из этого страха. Это просто они защищают или пытаются укрыться в различных таких ярких эмоциях, закрыть себя, вернее, укрыть себя. Но не могут этого сделать, потому что укрыть нас может только Иисус Христос, когда мы обращаемся к Нему. 1 Иоанна 4, глава 18, стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, и боящийся несовершен в любви. Итак, в любви нет страха. Почему? Потому что любовь, или, как мы с вами сказали, истина Божья, Слово Божье, она совершает избавление, избавляет нас от этого страха. Иначе мы можем перефразировать это. Назидание в Слове, восприятие Слова, отдохновение Слово вытесняет всякий страх. Дальше я дал заглавие следующему параграфу, это мысль-индикатор. И она будет соприкасаться с такой темой, как мы с вами сказали, печаль ради Господа. И там, в этой печали, ради Господа, мы словно переживаем индикатор, который маячит и дает нам сигнал, чтобы мы сделали решение в сторону Иисуса Христа. Вернее, восприняли Его обеспечение в дальнейшем. Что это значит? 1 Коринфянам 7, глава 10, стих. А вот, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Здесь говорится также о чувстве вины, как одной из печали. И она может стать печалью ради Бога. Например, мы что-то сделали не так. Мы где-то упали, допустим. И тут же в нашей совести мы начинаем чувствовать осуждение. Потому что Дух Святой освящает нам, что это не наше место, допустим. И здесь, как обеспечение Божье в осуждении, коротко, есть эта благодать печали ради Бога. Она, в свою очередь, также может являться таким сигнализирующим индикатором, чтобы нам отреагировать. Отреагировать или осознать, где мы находимся. И затем мы пребываем там буквально короткое время. Потому что Римлянам 8, глава 1, стих говорит нам, нет ныне осуждения к тем, кто во Христе Иисусе. Но Иисус в Духе Святом, если мы где-то, допустим, пали. И такое бывает в нашей жизни. И есть это короткое время благодати печали ради Господа. Которое служит нам тому, чтобы мы в это короткое время, когда нам Дух Святой, словно индикатор или маяк, маячище освящает нам, сделай шаг в сторону Господа. И когда мы делаем шаг в сторону Господа, какой шаг это, допустим, это покаяние. Это я говорю в тишине перед Богом, пусть даже внутри моего сердца, не озвучиваю слух, Господи, прости меня. И тут же Господь снимает всякое осуждение. Я тут же восстанавливаюсь и начинаю просто снова возвращаться к Иисусу Христу. И это хорошая печаль. Это печаль ради Бога. Но я могу расширяться с момента этого маячения или индикатора, который маячит мне, сделать шаг в Лего к Господу. Либо я, если буду оставаться в этом, то я буду погружаться или расширяться в этих эмоциях своего естества. Или своей человеческой природы, которая нижней уровнем, которая будет отчаяния, как у Ионы, допустим. Почему? Нет, давайте дальше посмотрим. Итак, мысль-индикатор или печаль ради Бога служит нам индикатором для того, чтобы мы пришли к покаянию Господа Иисуса Христа и начали... И Он тут же избавит нас от всякого осуждения, от всякого осуждения и восстановит нас. Ну, давайте подытожим то, что мы сказали, то, что я тут отметил. Наше реагирование на эту эмоцию с самого начала будут способствовать тому, что наши эмоции будут передвигаться в направлении вверх или расширяться в Иисусе Христе, скажем, в новом Адаме. Или нижнюю часть круга, или же в эмоциях идет расширение уже нашего естества, нашей испорченной природы. В зависимости от нашего понимания и нашего реагирования или отвлека с момента, когда нам дан этот сигнал маяка духовного. Итак, если это побуждает нас предстать пред Богом и исповедовать наши грехи, то наши эмоции будут укрепляться вверх. Мы будем снова восстановлены и будем расширяться с вами в Иисусе Христе. Мы будем снова восстановлены, чтобы снова постигать любовь. Не то чтобы нам, конечно же, необходимо это, но мы видим с вами, что здесь есть это восстановление. Мы будем снова пребывать с вами в любви, в истине любви, в радости и снова обретем покой Божий. Потому что Бог, конечно же, Он не осуждает нас. Он осудил весь грех в Иисусе Христе. Но мы с вами видим эту благодать, печали ради Господа. Это мы с вами увидели, что Дух Святой освящает, что мы не на том месте. Это может на какой-то момент привести нас в печаль, но это печаль ради Господа. Что это означает? Это мы с вами предстали перед тем, чтобы нам сделать шаг к Богу. Потому что Он побуждает нас исповедовать Его. И тогда мы снова восстанавливаемся. Если мы не так реагируем, то наши эмоции опускаются в нижнюю часть рисунка. Или же, как мы с вами обозначили, идет расширение эмоций нашего естества. Мы можем чувствовать чувство вины, разочарование, обида, упрямство, депрессия, презрение, страх. И затем это может привести в отчаяние. Но мы с вами также знаем эту истину. Что Бог, Он не отходит от нас. Псалом 22, так благость и милость сопровождают нас во всякое время. Удивительная истина, удивительная мудрость, которую Дух Святой нам освящает. Слава Богу. Очень познавательный материал. Далее, следующая такая тема. Это следующая или следующий вид эмоций. Есть злая или плохая форма гнева. И она также проявляется в нашем естестве, вне Бога. И есть также хорошая форма гнева. Или праведная форма гнева, которая в Иисусе Христе. И мы с вами увидим, в чем же разница. Предположим, вы одолжили деньги кому-то. И они ее не вернули вам. И у вас гнев, и у вас возмущение. И вот здесь в начале опять, это как бы первый уровень эмоций, возмущение. И это как бы служит нам, опять же, тем сигналом, в какую сторону ты опечалишься. Ты опечалишься ради Господа, и тогда ты будешь восстановлен. Или же опечалишься в себе, да, в своем естестве. И тогда там не будет никакого выхода. Далее, у вас будет чувство... А, стоит отметить, что если вы даете кому-то в долг, вообще ободряется не давать в церкви в долг. А если кому-то даете в долг, то давайте с тем намерением или решением, что вы готовы будете простить это. Почему? Потому что не потерять. А лучше не давать в долг в церкви. Да, и, например, человек сказал, вот, мне нужно на неделю столько-то. А это новый человек в церкви. И вы хотите послужить ему. Вы можете сказать, я не могу тебе дать в долг. У нас лучше, если я не буду. И вы будете правы. Если вы хотите все-таки дать в долг, что тоже ваше право. И он говорит вам, на неделю. И вот, хорошо, если вы примите сразу решение. Вот, допустим, неделя прошла, наступил понедельник. Вы звоните в понедельник утром и говорите, слушайте, я так Бог любит. Ты такой молодец. И я прощаю тебе все. И с таким ободрением, знаете, чтобы не потерять его. Чтобы он не ушел из церкви. А лучше всего не давать. Хорошо. Мы немного отвлеклись. Ну, поскольку здесь такой пример. У вас будет чувство негодования. Я жертва несправедливости. И у нас есть мудрость, да? Чтобы не оказаться в вас жертвой несправедливости. Либо я не даю, либо я даю то, что я могу дать, и я могу простить. Это очень часто связано с новыми людьми в церкви. Признаюсь, иногда я не давал, а иногда мне хотелось послужить. И давал с этим намерением. Вы знаете, был хороший отклик. Я дождался вот как раз утра последующего дня и сказал, слушай, забудь об этом. Это для тебя подарок такой. Хорошо. Но это небольшая мудрость. Мы отвлеклись немного. Далее. Из-за того, что эмоции берут вверх, некоторые люди приносят вред своим членам семьи, которые иначе они любили бы и защищали бы. И так мы все рассматриваем с вами злую форму гнева, которая может также усиливаться или расширяться. Если человек начинает чувствовать себя жертвой несправедливости, он даже может быть гневлив на близких людей и расширяться в этом гневе. Есть люди, которые находятся в тюрьме из-за того, что они все больше и больше расширялись в этой эмоции гнева и не давали места прощению. А как найти прощение? Это нужно прежде всего обрести прощение. У неверующих нет истинного освобождения, нет истинного переживания прощения. Первое – это путь к Иисусу Христу, к Его спасению. Есть люди, которые... Да, я снова повторяюсь. Итак, плохой гнев, человеческий гнев, гнев испорченной природы может довести нас до такой точки. И доводит до точки, что люди приносят в наивысшей степени вред даже близким людям. Дальше. Но есть также и хорошая форма гнева или святая форма гнева. И чем же она отличается? Ну, во-первых, мы с вами видим пример Иисуса Христа. Как же он прилагается в нашей жизни? Это Иоанна 2, глава 15, стих. Иисус сделал бич из веревки, чтобы изнать людей из храма. Он действовал с такими реакциями гнева, когда столкнулся с продажей в храме. Мы можем гневаться на грех, на дьявола и ложь, но мы должны сохранять чувство защищенности и принятия. То есть мы не можем это выражать на людей. И как же это выражается в нашей практической жизни? То, что этот человек сделал, не будет потрясать нас так сильно. То есть я могу быть гневлив, но хорошо, если этот гнев не в присутствии того человека. И Бог даст мне благодать успокоения, чтобы я успокоился в нем, чтобы он успокоил меня. Я могу быть гнев на грех, как я сказал, на беззаконие, но все это должно быть в рамках любви Бога к этому человеку. И это будет приводить меня к тому, что я буду сдерживать свой гнев перед этим человеком. Я буду проявлять любовь. Ну, конечно же, здесь есть много пунктов. Сейчас мы касаемся только основы. Например, в церкви это может быть. Если человек говорит плохо о вас, то вы можете подойти также со спокойными эмоциями к этому человеку, с намерением простить его. Уже с прощением к нему. Если же он не соглашается, как Библия говорит, подойдите с другим человеком. Можете это сделать. А можете не подходить. Молчание тоже, знаете, громко говорит. Далее. В общем, хорошая форма гнева направлена больше не против человека, но против факта, системы, идеи, против лжи, дьявола, против нечестия и разращенного образа мышления, которые укоренились люди этого мира. Иисус гневался не на фарисея, в частности, а на всю систему, которая была уже сформирована в этом храме. Далее давайте посмотрим. Уже 21.05. Хорошо, на следующем занятии мы продолжим говорить об этой теме. Мы будем говорить о разнице эмоций неверующих. Благодать и сокрушение. Очень хорошая тема. Важность сокрушения. И это будет все в контексте книги Иоанна. Замечательный отрывок, замечательный материал. И на следующем уроке мы продолжим. Спасибо за ваше внимание, вашу посвященность. Все это, весь этот материал служит нам мудростью и ободрением. Да, и у нас есть для этого удивительное время назидания, когда мы в таком спокойствии говорим об этом, как мудрость для нас, ведущая не в осуждение, не печаль ради смерти, а печаль ради Господа Иисуса Христа. И тогда мы восстанавливаемся. Суть в том, что нам опять же не нужно что-то делать, чтобы восстановиться. Нам нужно просто сделать шаг в сторону Господа. Опять же, если возвращаемся к материалу предыдущего занятия, если мы тут же осознаем и соглашаемся, что мы не потеряли ценность наша перед Господом Иисусом Христом, как верующих, то это сыграет свою роль. Печаль ради Господа. Нам легко будет восстановиться. То есть, сама суть не то, чтобы мы пережили и притнулись печаль ради Господа. Печаль ради Господа – это такой, можно сказать, не то чтобы барьер, а это словно перевалочное, куда я пойду. Либо я приду к Господу Иисусу Христу, восстановлюсь и буду расширяться в Нем. Он словно спасает нас к себе. Либо я останусь в себе, не соглашусь, что я по-прежнему ценный, что нет на нее осуждения, или же я соглашусь с тем, что я лучше буду оставаться в переживании, что я стал жертвой несправедливости и не дам высвобождению этого прощения, и тогда я буду расширяться в эмоциях своего естества. Ну, как здорово, что Иисус Христос не останавливает нас, а хочет, чтобы мы расширялись в Нем, в Его истине прежде всего. И тогда у нас будет удивительное расширение в Его вдохновении, которое будет, несомненно, вести в эмоциях радости, покоя, наслаждения в Нем. И это все тесно сопричастно, безусловно, с постоянным расширением в нашей Душе Его истины, Его Слова. Точно так же, так же постоянным, как мы вкушаем Его Слово, Его Манну. И это небольшое заключение на эту тему сегодняшнего занятия, чтобы вам было более понятно. Надеюсь, было понятно. Спасибо вам еще раз. Благослови вас Господь. И увидимся уже в этом занятии на следующей неделе.